Приветствую всех, дорогие друзья! Меня зовут Данил и сегодня у нас на обзоре автобус, который выпускался Павловским автобусным заводом. Это паз 3204-5004 Vector Next. Вот такой у нас интересный паз. К сожалению, он очень такой большой и снаружи выдает максимум 20-15 фпс. Но стоит переключиться, ребята, в кабину и у нас все будет хорошо. Данный автобус является, ну, я так понял, пригородным или городским, ну, низкопольный, в общем, и все такое. Это является рестайлинговая версия, которую, я так понял, выпускала с 2017-го и, ну, конкретно эта версия, наверное, все-таки 18-го или, может, даже 19-го года. Точно не знаю. Автобус этот оснащен двигателем ЗМЗ-5204. Бензиновый двигатель у него. Максимальная скорость 90 км в час. Максимальная вместительность этого автобуса составляет городская версия 17, пригородная версия, ну, я думаю, у нас пригородная, это 23 человека. Давайте посмотрим, какой тут имеется тюнинг. Вот у нас есть тюнинг, где открываются двери. Вот, садимся в салон. Добавляются у нас шторки на наше водительское место. Данный пазл очень качественно сделан для этой игры. Автору огромный респект. Просто это, это круто, ребята. К сожалению, лагает, но это, наверное, с телефоном связано. А так, вполне, ребята, все круто. И давайте закроем двери, потому что, я смотрю, тюнинг добавляет, тут еще двери нам нужно закрывать. Давайте быстренько пробежимся по салончику, по пассажирскому. Здесь, ребята, очень комфортно. Есть, я так понял, кондиционер. Давайте включим такой вид. И сейчас походим просто по автобусу. Да, ребята, походим и попробуем переместиться на коронное место рядом с водителем. Так, перемещаемся. Вот, ребята, мы переместились. Давайте сейчас, может, чуть-чуть камеру подрегулируем. Нет, ребята, так не надо как-то. Ну, в общем, вот так место, вот так вот выглядит все от водителя. Можно посмотреть. Я думаю, салон посмотрели мы. И все такое. Это вроде пригородная версия. 23 пассажирских места. Все, ребята, я думаю, сейчас мы сможем с вами отправляться на маршрут, брать наших пассажиров, любимых, конечно, и отправляться. В принципе, мы все тут уже с вами посмотрели. Давайте мы его с вами заведем. Так, все, мы его завели. Отлично. Можно газовать. И... Не понял, а что мы не едем? Я вроде ручник снял. Первую включил. Не понял. А... Или у нас двери какие-то открыты? Подождите. Что-то он не едет. Вот, приехали, ребята. Наверное, все-таки проблемы с дверьми были. Так, ну вот сейчас дверь открыта. Сейчас она закрыта. И... Ага, все, была открыта дверь. Да, я же ее вроде закрывал. Ладно, ребята, поехали забирать наших пассажиров. Они находятся с этой стороны. С этой платформы. Поворачиваем. Опа. Так, это я вообще навстречку выехал. Ё-моё. Ладно, надо было сразу с той стороны ехать, как навигатор показывает. Давай! Все, вырули. Так, вот тут где-то у нас должны находиться люди наши. Дофига стрелок что-то. Но я еду там, где люди. Вот посадка, я так понял, наша. Подъезжаем. Подъезжаем. Так. Давайте можем газануть. Все, открываем нашу одну дверь. И людишки наши любимые будут заходить. Все, заходят наши люди. Да, к сожалению, лагает, когда наружу выходишь. Но в салоне стабильно, 300 FPS. Нормально. Так, зашли все. Люди сегодня прям в комфорте у нас проедутся. Да, прикольно. Все, закрываем двери. Включаем заднюю. И можем ехать. Можем, ребята, ехать. Переднюю. И все. Опа, все. Едем. Так, газуем сильно. Он почти не едет у нас. У нас стрелка спидометра чуть ли не на полную мощь работает. Так. Аккуратно. Маршрут у нас уже является преградный. Это я вам говорил. Но сейчас, пока мы будем выезжать из города, так, выезжать из города, то, ребята, тут придется приехать чуть тихо. А так, данный маршрут позволит нам испытать максимальную скорость данного автобуса. Все, едем, едем. Ну, вот, видите, только 50-40. И тут тормозим сейчас. А вот я в прошлый раз снимал, что у нас было? Мерседес спринтер. Он, ребята, прям гнал ужас. Кстати, там туда человечек рядом с нами сел. Гнал прям ужас. Посмотрите, я там вообще 10 раз переворачивался. Приходилось перезаписывать. Ну, и, значит, после Мерседеса можно взять вот такой паз, который... Ну, я думаю, сейчас мы его разгоним. Посмотрим его максимальную скорость. В 90-м будет ехать или чуть больше. Ну, мне кажется, на 100 мы его с вами разгоним 100%. Потому что... Ну, а что бы у него загнать? Мы разгоним его. Все, ребята, давайте включаем. И едем. Тут, к сожалению, нельзя включить круиз-контроль, как в трак-симуляторе. Поэтому придется просто ехать и жать педальку. Так. Все, покидаем и черты города. Выезжаем за город. То есть уже начинается такая пригородная местность. Сейчас будут поля всякие. Ну, в основном трасса, дорога, поля, леса. И вот такое все интересненькое. Ну, в 67 километров едем. Сейчас будем набирать, конечно же, больше. Больше. Так. Неплохо. Я там смотрю, с правой стороны у нас, по-моему, речка имеется. Потому что он вроде песок и голубое. Вроде бы там речка у нас, ребята, имеется. Вроде бы интересно. Так. Вот тут я смотрю, у нас опять начинает образовываться пробка. И в прошлом видео у нас, ребята, была пробка. И тут. Давайте тогда будем постепенно, аккуратно ехать. Сильно не гнать и останавливаться. Потому что аварийным никакие не хочется. Тогда будут жаловаться люди, что мы плохо ездим. Так, ну так, подтормаживаем. Ну, сейчас можно и прибавить, потому что вот это далеко она ушла. Свет здесь, кстати, и работает хорошо. И яркий, и дальний, и ближний. И все хорошо. Так. Аккуратно, аккуратно. Ну, сейчас, ребята, может, остановочка будет. Мы съедем. Или сейчас специально съедем, чтобы они далеко уехали. Я сказала, остановочка, потому что, по-моему, сейчас недалеко должна быть где-нибудь та остановочка. Сейчас, ребята, должны мы с вами ее увидеть. Вдруг что. Угу. Вот она, ребята, наша остановочка. Так. Включаем правый поворотник. И подъезжаем аккуратно. В карман заворачивать, в карман. Опа. Все. Открываем. И, люди, заходите. Набивайте наш автобус, чтобы он был полный. Такую я интересную раскрасочку выбрал. 2021. Ух ты! А у нас все это время был открыт багажник. Давайте его закроем. Да, все это время мы ехали с багажником. И никто нам об этом, главное, не сказал. Ничего на приборке не горело. А версия паза, знаете, такая, электроники тут напихана хорошо. И мне кажется, если что-то открыто, здесь можно было бы, как бы, освещать на приборной панели. Давать знак, типа, вот у водителя, например, открыто багажник. Или там люк какой-то. Давайте откроем окошко. Вот, смотрите, вот пазик едет, и у него присутствуют такие вот характерные звуки, как будто что-то бьется. Такие вот, ну, как у Лиаза 677. Но, мне кажется, для нового пазика это не сильно должно подходить. А вот если бы это был старый пазик, вот, например, 32054, 3205. Вот для тех пазиков такие звуки прям подходят. Прям подходят. А здесь вот такие вот какие-то болтыхания. Тоже, как бы, интересно. Но, мне кажется, для новых версий паза это как-то, ну, что-то не то. Мне кажется, новые пазы так тарахтеть, мне кажется, не может. Так. Могли увидеть максималку данного паза. Это где-то около 117, 118. Ну, грубо говоря, 120 километров в час. И все. Стрелка спидометра замирает. И наш электронный спидометр, который вот внизу, тоже, в принципе, замирает. И больше он не показывает. Вот так вот, ребята. Вот так вот. Ну, с горочки, я думаю, его, ну, узнали, короче, максималку. Дальше он не тянет. Может, с горочки чуть и больше потянет. Но посмотрим. Вполне вот такая вот сейчас ровная дорога идет. С такими вот изгибистыми поворотами. Если бы он ехал больше, знаете, он бы ехал больше. Но мы видим то, что видим. Так, въезжаем в какой-то населенный пункт. И у нас остановочка. Аккуратно. На лежащем полицейском прям все подпрыгают. Люди там уже бедные рутся. Надо будет... Так, все, остановились. Заходите. Как говорится, ласка вопрос ему до хаты. А хата-то у нас сегодня уютная, с кондиционером. Просто, ребята, кайф какой-то. Так, все. Все сели, закрываем. И едем. Блин, боже, как тут лагает. Я не знаю. Скорее всего, это у меня такая проблема. Может, у вас такого не будет. Но если, кстати, вы хотите скачать этот паз и вообще все моды, которые тут использую, ребята, то переходите в мой телеграм-канал. Это вы сможете сделать по ссылке в описании. Аккуратно носит нас. Это вы сможете сделать по ссылке в описании. И там вы сможете скачать любой мод на автобус для протон-бас-симулятора. Возможно, скоро я сниму видео, как правильно установить... Так, давайте попробуем с пассажирского ракурса заехать. Как правильно установить моды для протона-бас-симулятора. Так, давайте, давайте. И чуть-чуть вот так вот. Все. Ну, заходите. Дойдете, в принципе, с вами ничего не будет. Он заходит. Потихоньку автобус наш начинает добиваться, набиваться. Чего он добиваться-то, я не знаю. Но набиваться он, ребята, так нормально еще набивается. Так, поворотник включаем, все. А дверь закрыть? Все, никого нет, да? Включаем поворотник, давайте мы с вами левой. И карабкаемся, выбираемся. Давай, давай. Да, трогается он, конечно, медленно прям выжимаем. Но ничего, все, выбрались. И едем, едем дальше. Что-то я начинал... Да нет, у нас тут как бы еще нормально пока вроде. Все пока нормально, он впереди еще что-то я вижу. Еще какая-то стена. Ага, какой-то тоже, видимо, поселок или городок у нас тут на трассе. Мы едем, проезжаем. Какие-то, значит, города, поселки тут имеются у нас. Ну, паз управляемый. Если все правильно крутить, быстро он едет, то вполне он управляемый, в повороты входит. Хорошо, что в одни, что в другие. Если вы, в принципе, не быдловодитель, то и пассажиров, конечно, везти можете аккуратно. Но что-то у меня, когда я всегда вожу пассажиров, не знаю, будет ли это дальше на автобусах, но у меня они что-то ругаются, говорят, прям плохой ты водитель, плохо ты водишь, плохо ты водишь. Хотя вот как по мне, ну вот я сейчас нормально вожу, ну вот, конечно, сейчас чуть-чуть меня занесло на 100 километров в час. Но так вполне, ребята, неплохо вроде бы я еду. Чего они там ругаются? Неплохо я еду. Вон у нас по правой стороне опять какая-то речка находится. Речка, речка. Сейчас лето, на речке будет вполне хорошо. Хорошо будет. Так, опа, еще одна остановочка. Что-то часто остановочки пошли, вроде вот только было, минута прошла, и вот еще одна остановочка. Тормозим. Так. Заходите, народ, заходите. У нас сегодня комфортный автобус. Так. Давайте посыгрываем тоже у кошки, откроем у кошки. Ну, чтобы не жарко было все-таки. В протоне тоже лето, я зиму не ставил, тоже жарко. Хотя у нас есть кондиционер, знаете, мне кажется, тут и, если есть кондиционер, окна можно и все-то держать закрытыми, как бы, ну, для лучшей вентиляции. Допустим, у нас тут, где мы едем, плюс 43 градуса жары, кондиционер самое то, и еще плюс окошко откроем, ребята, и вообще будет все прекрасно. И речка еще недалеко, еще будет дуть таким свежеморским воздухом от реки, таким речным, морским, ну, что-то и море, конечно, ребят. Ну, я что-то думаю, речка. Вы как думаете? Я думаю, речка. Не, ну, может и море, конечно, но... Речка, речка. Вот, ребята, только сказал, что начали часто появляться остановки, и вот мы проехали буквально несколько метров, но останавливаться не будем, потому что это сильно частая остановка. Давайте на следующей остановимся. Это прям, ребята, что-то... Что-то много, что-то как-то много. Ага, так, аккуратно. 50 километров. Вот в горочку. А, трудновато идет, трудновато. В горочку. Все, отлично едем. Ну, а с горы газ можно не нажимать, он сам вполне набирает скорость. Вот 69, 70 уже, 71. Сейчас погонит, я думаю, нормально. Так. Отлично. Вот такая горочка. Аккуратно надо вырулить, правильно ехать. За нами в зеркале, посмотрите, плетется какой-то автобус. Хочет забирать наших пассажиров, да? Но мы идем, благо, первее, и конкурент наш находится сзади. А мы идем первые. И не заберет у нас пассажиров. Мы первые. Так. Аккуратненько едем. Ну, вот 100 километров. Вот 108. 109. Ну, 110. Так, вот начались подлагивания, значит, остановка. Ну, давайте тут уже остановимся. Так. Тормоза неплохие. Вот сколько я гнал, тормоза хорошие. Ну, новый автобус, новые тормоза. Все хорошо должно быть. Так, а люки здесь нельзя еще открыть? Не, я нажимаю, ничто не происходит. Ну, скажем, пассажирам, вам и так нормально. Кондиционер, окна. Еще и люки подавай. Еще дверь может открыть, чтобы вообще тогда вентиляция будет. Не, ребят, я считаю так. Если в автобусе есть кондиционер, то все, окна можно держать закрытыми. Окна, люки. Ну, кондиционер есть, включай тебе сколько там. И все. И хорошо. И дует, и прохладно. И тепленько, если надо такое, что-то теплое. Печка там, все такое. И холодное, ребята. Все такое. Так что, досмотрите, вы, опять остановочка. Ну, я смотрю, какой-то вот город у нас идет. Может, мы уже приближаемся к нашему конечному остановку. К нашей конечной остановке. Ух ты, автобус уже подзабился. Посмотрите, уже сколько народу. Я думаю, автобус на 23 пассажирских места. Я думаю, ну, если имеются стоячие, ну, может, где-то человек 25, может, уже даже 30. Потому что трогается. Смотрите, все-таки как-то так себе. Сильно долговато. Ну, тяжело, тяжело. Значит, все-таки набитый. Едем, едем. Ну, я думаю, нам немного осталось съехать, потому что уже и так довольно много едем. И я думаю, должны уже потихоньку-потихоньку приехать. Дорога такая. Ну, хорошая дорога, знаете, прямая, без ямок всяких таких вот непонятных. Ехать можно. Довольно круто. Такая дорога, это всегда хорошо. Согласитесь. И максималку можно проверить. Так, а вот тут давайте мы сейчас с вами вот так вот маневр так вот сделаем. И все, и отлично. И даже по тормозам жать не пришлось. Просто здорово проехали. Так. Проехали зебру. И опять остановочка. Значит, мы все-таки реально въехали уже в город, потому что тут уже и квартиры начинаются виднеть, и очень частые остановочки, как в городе. Такой небольшой пригород. Можете брать на минут 20. Пойдет. Так, заходят люди. А, ты еще хочешь зайти? Что-то мы его с вами не впустили, а он тоже зайти хочет. Все, зашел. Все зашли сегодня, никого-никого. Все зашли, не хотят выходить даже люди у нас сегодня. Значит, все-таки комфортно. А сколько в нашем автобусе? Пускай они там и кричат во время дороги где-то, но значит, им все равно комфортно. Те, кому не нравится, возьмут и выйдут, а те, кому нравится, останутся. Ой, ребята, не надо лагать. Видимо, подъезжаем в город, потому что всегда, когда подъезжаем в какой-либо город, в какой-либо игре, начинаются подлагивания. У меня так точно, вас не знаю. И да, я был прав, въезжаем мы в город. И сейчас, я думаю, наверное, все-таки минуты две-три, и мы будем на конечной с вами остановке. Поворачиваем. Да-да-да, все, ребята. Если лагает, значит, это город. Идут развилки, и значит, наша карта, то есть наш навигатор должен показать, куда нам пока вроде правильно едем, прямо без всяких лишних поворотов. Ага, и поворотик. Это значит, нам надо, ребята, ехать дальше. Ага, едем дальше. Не-не-не, стоп, куда дальше? Проехали, значит, сюда нам надо. Блин, зараза. Ну, значит, такой маленький городок, может, даже поселок городского типа у нас идет. Ну, запутаться, знаете, тоже можно. Отлично. Отлично, друзья. Подъезжаем. Ну, вот, вполне уже, значит, уже, значит, мы близко к своей цели. То есть, к концу маршрута. Так, не лагай. Ну, навигатор пока показывает еще прямо, значит, можем втопить и въехать по полной программе. Так, едем. Ну, вот, начались вроде такие интересные штучки у нас. Ага, вот, с левой стороны автовокзал. Можете посмотреть. Сейчас мы туда повернем. О-о-о-о! Тихо! Я только что про тормоза сказал. И в итоге все. Похвалил только зря, ребята. Похвалил. Ну, ладно. Куда-то мы туда поехали. Смотрите. Ну, ладно. Сейчас же мы повернем, наверное. Вот сюда вот. Так. Аккуратненько. Ну, вот, лаги-лаги. Значит, мы, ребята, там, где надо. Значит, мы там, где надо. Но автобус довольно качественный. Значит, оно так и лагает. Так. Заворачиваем вот сюда. Так, друзья, ошибочка вышла. Чуть-чуть туда мы повернули. Не знаю, правильно ли мы приехали. Но давайте на всякий случай, я думаю, правильно. Все. Колпаки, кстати, на колеса добавились. Я думаю, вы заметили. Я заметил, он не сказал. Нет, ребята. Вот один человек вышел. И что-то мы, наверное, с вами не туда въехали. Хотя по навигатору вроде правильно. Ну, я говорил, что, видимо, всем понравилось. И они не хотят покидать наш автобус, друзья. А те, кому не понравилось, вышли. Может, надо эту дверь открыть? Давайте мы ее по тюнингу с вами. По-моему. Ага, девятый. Нет, не хотят что-то выходить. Ну, ладно, ребята. Видимо, какой-то бах. Или я как-то не туда въехал. В любом случае, мы с вами доехали до конца. Всем большое спасибо за просмотры. Кто-то смотрел до конца. Сегодня у нас на обзоре получился такой вот пазик. Не могу, к сожалению, выровнять нормально камеру. Багажник мы уже с вами открыли. Ну, типа люди сейчас будут заставать у нас свои вещи. Меня звали Данил. Я жду вас на новых видео. Оформляйте лайк. Оформляйте подписочку. Колокольчик. И ставьте лайки. Вам не трудно. Мне будет только приятно. И скачите данный мод по ссылке в описании в моем Тиграм канале. Что ж такое. Я никак не могу настроить данную камеру. Ладно. Я думаю, этот автобус уже все увидели. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok